На выставке «Соломенное золото Беларуси» представлены порядка 100 экспонатов. Половина – работы из фонда Краевического музея и Брестской фабрики сувениров, личных коллекций народных мастеров. Вторая часть – произведение воспитанников студии «Колосок» Брестского центра дополнительного образования детей и молодежи. Под руководством опытного наставника Анны Борсук ребята творят настоящие шедевры народного творчества. В каждой работе – тепло солнца и тепло рук автора. Солома – такой нежный, добрый материал, который излучает именно сами лучки солнца. Потому что если солнышко эту соломку не поцелует, оно не будет представлять яркость, светлость. И работаем для плетения практически, многие работы мы работаем с натуральной соломкой, не подкрашенной никакой. Где-то аппликации мы добавляем цветную соломку, к Новому году зелененькую, где-то бывает, подкрашиваем для елочек, но немного. Я детей ориентирую прежде всего на натуральный цвет соломы. «Соломенное золото Беларуси» – экспозиция в своем роде уникальная. Рядом с произведениями таких признанных мастеров соломоплетения, как пружанская художница Вера Гаврилюк, кабринчанка Юлия Пивоваревич и Наталья Димчук из Каменца – работы юных студийцев. Инкрустация и аппликация соломиная пластика и скульптура – молодые художники с удовольствием пробуют силы в разных техниках, не уступая по мастерству своим старшим коллегам. Тот, кто приходит, они занимаются с большим интересом. И бывает, ходят по-много. Даже вот в основном трехлетний у меня курс обучения по программе как бы написан, ну, чтобы научиться конкретно, получше, так более-менее средне этому делу. Но ходят и по пять, и по семь лет. Соломоплетение, как ремесло для обеспечения нашего быта, кануло в лету. Сегодня изделия из этого солнечного материала несут больше декоративно-сувенирный характер. Вместе с тем остались традиции, сохранению и развитию которых помогают подобные выставки. Особенно актуально звучит тема народных ремесел в год Малой Родины. Соломка, наверное, такой теплый душевный материал, о котором мы, вот, ну, наш сектор еще не рассказывал. И у нас и в фондах хранится очень много интересных работ, разных авторов, разных талантливых людей. Ну и кроме того, мы постоянно сотрудничаем с Центром дополнительного образования детей и молодежи. И поэтому выставка нам позволила представить работы как профессиональных мастеров, так и детей. Ну, на мой взгляд, эти работы не менее профессиональны. Окунуться в атмосферу осеннего солнца и напитаться теплом соломенного золота можно до 9 декабря в отделе природы и экологии областного краеведческого музея. Ирина Ольшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.